Вот, от памятника Владимиру Ленину, чью сто, так, сто пятьдесят восьмую годовщину, нет, сто сорок восьмую годовщину, прошу прощения, отмечает сегодня все прогрессивное человечество. Сегодня 22 апреля. Вот, родился он в 1870 году, вот, значит, 30 лет в 19 веке жил, в 100 лет в 20 и в 18 лет в 21. 30 плюс 100, 130, 130 плюс 18, 148. Вот такая вот незатемливая рихметика. Так что мы, Владимир Владимирович Ленин, поздравляем с днем рождения и идем осматривать дальше. Я просто начал этот ролик специально, чтобы еще раз пройти через центральную площадь. Вот, к сожалению, я не обнаружил название этой площади нигде, как она называется. Но это, может быть, площадь Победы, может быть, площадь Ленина. Ну, ну, нет, ну, нигде. Ни одной бирки. И вот там кинотеатр, такой, нерабочий кинотеатр. Вот там тоже надпись по центру, и везде нормальные есть. Путица Советская пересекает площадь. Но идет вот, что ли, от храма Канштадтского до железнодорожной станции. Я побывал и там, и там. Вот, какая интересная публика не сделана. Кстати, я уже ее похвалил, она очень хорошо уложена, и вот не топорщится. Может быть, она топорщилась в первый год, все исправили, но укладка мне здесь понравилась. Очень ровная поверхность здесь, и там каблуком не цепляешься за какие-то выступы, плитки. Вот, пройду через площадь центральную, и пойду туда вот, в закоулке города Славска. За улицу Школьную. Улица Школьная, это вот там, где машины едут. Там я видел, междалека, крыши домов. Торчат, но домов не маленьких. Сиди в воскресенье. Магазины закрыты, кафешки не работают, а может они... Когда в кафе работать, как не в воскресенье? Ну, ну, картинки детские, копы какие-то. Пойду туда. Вот, немножко придется пройти мне против солнца. Вот, ну, постараюсь камеру на солнце не направлять сильно. Сделаю сейчас такой крюк. Углублюсь в тот район. Потому что основную центральную часть города я снял, когда я тут и до. Можно так сказать даже. А вот такие глубинные улочки я не снимал. И в прошлый раз тоже не посещал. Вон, наверное, за исключением только улицы Учительской, по которой я возвращался от вокзала железнодорожного. Вот домик приятный. Подремонтирован так. У нас отремонтируют все-таки не навечно, а вот как-то на время. Вот это сзади фасад, домик по улице. Так, улица ли это? Ладно, пойду я, наверное, вот так, вот этими дворами. А нет, я по той улице ходил, и хочу еще раз снять то, что я снимал в прошлый раз. Тоже это нерешительно дергаешь, но это связано с тем, что у меня мысли в голове роятся. По принципу Бровновского движения. Когда город не до конца знаком, это понятно. Сарайчик, наверное, какой-то стоял. Такой кусочек улицы советской выглядывает. Мы налево сворачиваем. И эта улица, может быть, даже есть какое-то название. Дом 3 есть. И углубимся туда. Пойдем. Дом какой. Стекол нету. Здание запущено. Улица Сиреневая. Да, точно. Вспоминаю, Сиреневая. Просматривается наш асфальт, а под ним, ой, крупный булыжник, крупный булыжник. А здесь улица Ленина. Вот это, он-то, наверное, улица Ленина. Достойная улица, достойная Ильича. Углублюсь туда вот, посмотрим, насколько это будет весообразно. Мужики, пошли поправить здоровье. Домик такой деревянный, симпатяшка. А там вот, по-моему, как был пустой, 6 лет назад, так и стоит пустой. А что здесь? Неужели здесь можно попить кофейку? Да, там дома есть какие-то. Хорошо. Торговый дом строитель. Нет, тут вряд ли кофейку попью. Вот же напасть. Пойду дальше по улице Сиреневая. Сиреневая. Дом-6. Ну, дом наш. Такой блоковый, суровый дом. Его сложили на за двое суток. Вон там дома, смотрю. Торчат крыши-то. И там торчат. Сейчас буду выбирать, куда идти. Ну, не склоняюсь к тому, что влево идти, поближе к автостанции. Потому что силы заканчиваются, честно говоря. Посмотрю, я иначе заставляю из-под плавки. Вон, крыши торчат. Торчат немецкие. И торадуя. Пойду, вот, в туарчик. Шумит, заметен все. И звук, наверное, мешает мне говорить. О, дом. Просто на лево идет. Вот я сейчас пойду туда прямо по Сиреневой. А потом, наверное, обратно сверну на вот эту улицу. Тоже там домик есть. И там что-то есть. Магазин перекресток. Да уж, перекресток. Сколько дорог перекрещивается. Домики симпатичные там есть. Так. Вот. Интересно. Сейчас я уже туда пройду. Зайду. Хотя на солнце мое освещено. Мне так и старика понравилось. Еще один перекресток. Так. И что там? Так. И что здесь? Здесь уже, наверное, будет какой-то тупик. Развилка. Ладно, туда я разворачиваюсь и иду обратно. О. В памяти всплывают какие-то объекты. Ну, тогда я ходил, вроде погода была не такая солнечная. Конечно, мрачновато. Солнце прямо в лицо. Какая дорога. И было, и же не хлада. Вот так мы пройдем. Сейчас подойду к тому дому и буду снимать, наверное, с задним планом. Так, это у нас улица артиллерийская. Правильно. Артиллерийская, так артиллерийская. Название здесь у нас все такие сугубо-советские. Здесь всяких извращений, типа улица Бориса Пастернака. У нас, в крайнем случае, улица Пушкина и Селермонтова. Вот улица Пастернака у нас нет. Дом 3. Ох, какой интересный домик. Второй этаж. Ладно, иду. Продолжаю идти. Сады еще не зацвели, поэтому дома еще видно более-менее нормально. Они просматриваются. Когда все рассветет, тогда дома будут видны плохо. Возле апрель, ну или там, скажем так, конец марта, вторая половина марта. Самое подходящее время для съемки домов. Хотя, конечно, когда зелень тоже красивая, она закрывает архитектуру. Так, сейчас она заводь начинается. Да, мы едем в этот дом. Красивый. Вот, на полянку я на такую ухожу. Тут тоже улица какая-то. Но я туда уже дальше не пойду. Я пойду назад. Здесь тоже улица, которая имеет свое название. Сейчас мы на название смотрим. На этом доме она написана. Улица Мацана. Ну вот. Все-таки есть у нас улица. Тех, кто погиб. Скорее всего, это герой. Или великой отечественной войны. Или вот сейчас у нас. Начинаем называть именами погибли. Мы не встанем в горячих точках. Вот там только. Дом. Такой. Сейчас я туда иду. Субтитры делал DimaTorzok О какой дом, трехэтажный или двух, с пентхаузом Так, а дальше, тоже дома красивые, но мы пойдем другим путем Возвращайся обратно на улицу Артиллерийская К сожалению, фотографии, которые я размещаю, их смотрели, но потом сайт закрыли Сделали очень платным, смысла нет У меня там были представлены практически все города Сделаем паузу и на той улочке, куда я хотел свернуть Видеосъемку продумал Трехэтаж уже сусил